Совместно с Министерством транспорта Республики Таташстан Автовокзал Восточный запустил бесплатные автобусы, так называемые шаттлы Которые курсируют между железнодорожным вокзалом Казани-1 и Автовокзалом Восточным Вот он, легальный перевозчик Автовокзал Восточный выиграл конкурс на право работать на междугородних автобусах Подтверждение – заключенный договор с Министерством транспорта Вместе с заместителем директора вокзала встречаем шаттл Лейсан Алиева отмечает – все для удобства пассажиров Бесплатные автобусы запустили весной Расписание составлено под время прибытия поездов Увидели табличку на автобусе набережной Челны Подошли, спросили, нас бесплатно довезли, очень удобно, очень нам понравилось Сейчас мы поедем, возьмем билетик и поедем в Челны В 11.30 следующий рейс, поедем, пока по кофе попьем Инициативу создания дополнительных комфортных условий для пассажиров, говорит Лейсан Алиева В штыки восприняли недобросовестные конкуренты Создалось даже ощущение, что мы перенеслись ненадолго в земляхие 90-е Потому что в адрес наших водителей стали поступать угрозы со стороны вот этих самых нелегальных перевозчиков Угрозы жизни и здоровью То есть мы тебя закопаем Дошло даже до такого, что эти самые нелегальные перевозчики Они заходят в наши бесплатные шаттлы и силы вытаскивают оттуда пассажиров Не обошлось без материального ущерба, потому что один из наших шаттлов как раз пострадал от рук таких нелегалов Некрасивый поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения Мы были мальчики, косою пальчики В удобных тренировочных штанах Думали будет ученым мой муж или хотя бы отродели Не знали ни мама, ни папа, что ждет их сердечная рана Вместе с Лейсан Алиевой составляем портрет нелегального перевозчика Можно выделить три вида Первый безбашенный, сажает на стихийных остановках и обелечивает в обход законодательства Чтобы наш телезритель наглядно увидел, кто на второй и третьей позиции Мы поехали на шаттле встречать пассажиров На площади перед ЖД вокзалом припаркован автобус с табличкой «Заказной» Водитель автобуса, увидев камеру, уезжает Водитель шаттла заверяет нас Автобусы с табличкой «Заказной» здесь стоят с завидной регулярностью Встречают пассажиров, как и они, в одно и то же время, каждый день Здравствуйте, а сколько, вот в автобус у вас уехал? Сколько обычно у вас стоит доехать? В какой автобус уехал? Ну вот в Челнинске Я вообще пришел встречать человека Вы же говорите, что нам сказали, что вы агитатор, вы выводите людей Вам сказали И сажаете Не правда? По слухам жить плохо Прибывает поезд, появляются пассажиры Начинается самое интересное Мужчина спрашивает у меня, где желтый бэджик Отмечу, у представителей автовокзала их нет Настоятельно просит, чтобы я ушел в сторонку Я же прошу объяснить, какой документ нужен Он видишь, тоже желтые бирки Бирка? Ну давайте посмотрим, какие А что у вас написано на бирке, можно посмотреть? Так, автобусы, город, набережный, Челный, диспетчер Парень, очень похожий на того, с кем мы разговаривали ранее И кто сказал, что он не агитатор, поясняет Наша работа заключается в средства, направить в автобусы Направить в своих магазинах А много диспетчеров у вас, как в этих, обычного? Некан Мы ела в автобусы Работаем прямо в автобусной лицензии Есть картины, есть Работаем по автобусам Автобусы большие, там, 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 там Как вы думаете, с деревянным сидением Помимо диспетчеров, на площади мы встретили людей, у кого есть лицензия таксиста В антирейтинге мы поставили таксистов на третью позицию Под видом заказных перевозок осуществляются регулярные перевозки Тем самым создая недобросовестную конкуренцию на рынке К нарушителям есть вопросы у автодорожного надзора Мы вышли в рейд вместе с сотрудниками федеральной службы и инспекторами ГАИ Основное нарушение в сфере пассажирской перевозки является Отсутствие списка пассажиров, либо несоответствия со списком Отсутствие договора фрахтования, либо заказ снаряда Отсутствие договора обязательного страхования пассажиров В первом же остановленном инспекторами автобусе, который ехал в Казань из Лаишева, выявлено нарушение Карта водителя не была вставлена в тахограф Специальный прибор, фиксирующий скорость, расстояние, которое проехал автобус А главное, в течение какого времени водитель был за рулем или отдыхал Почему так произошло, шофер нам рассказать отказался Потом, потом хорошо Более полутора тысяч нарушений соблюдения режима труда и отдыха Выявлено госавтоинспекцией в Татарстане за 11 месяцев этого года 48 фактов, когда водители сели за руль не имея прав 14 тысяч технически неисправных автобусов Из них 273 поставлены на штрафстоянки Зарегистрировано 146 ДТП по вине водителей автобусов В которых погиб 21 человек и пострадали 209 Треть нарушений приходится именно начастников, отмечают в госавтоинспекции В результате проведения целенаправленных мероприятий и в повседневном контроле за дорожным движением С сотрудниками госавтоинспекции проверено около 50 тысяч автобусов Пресечено более 32,5 тысяч административных правонарушений Одно из самых резонансных дел передано в Следственный комитет, отмечает Дамир Бекухаметов 12 октября текущего года в городе Лениногорске был остановлен автобус под управлением водителя 1979 года рождения При проверке которого были выявлены признаки наркотического опьянения Водитель был отстранен от управления За отсутствие должного контроля юридическое лицо было привлечено к административной ответственности Однако 18 октября был остановлен данный автобус под управлением того же водителя При проверке состояния водителя повторно были выявлены признаки наркотического опьянения Вы видите, у нас довольно уютно У нас есть зал ожидания, комната для отдыха матери и ребенка Буфет, комната отдыха водителя отдельно предусмотрена Лейсан Алиева показывает нам вокзал Здесь приняты все меры безопасности Это и металлические рамки, и досмотр Не надо заранее приезжать покупать билет Это можно сделать через интернет Сейчас для удобства пассажиров автовокзал разрабатывает мобильное приложение Автовокзал Восточный, в принципе, не просто автовокзал, но и владеет своим небольшим автотранспортным парком Все наши автобусы приобретены в этом году Укомплектовали их дополнительными видеокамерами Системой GPS GLONASS В принципе, мы отслеживаем скоростной режим наших водителей Как отличить, в какой автобус вы садитесь? В Казани всего три автовокзала Это легальный переводчик А если вы сели на стихийной остановке, где вам удобно, то знайте Это нелегальный переводчик Констатирует Лейсан Алиева Те, кто уехал с нашего автовокзала, он благополучно добрался до своего места назначения Чего нельзя сказать о нелегальных переводчиках Останавливайте где-то на дороге, потому что техника отказывает Пассажиру нужно в первую очередь для себя приоритеты установить То есть, либо вы хотите добраться быстрее, условно быстрее Либо вы выбираете безопасную поездку И вы живыми, здоровыми доберетесь до пункта назначения Сергей Темляков, Хамид Шамсеев, 7 дней